В предактовом зале Музея истории Казанского университета 22 февраля состоялось открытие выставки новых поступлений за 2022 год. Музей КФУ пополнились почти на 700 новых единиц хранения. Ежегодно в коллекцию поступают предметы от студентов, преподавателей, сотрудников и гостей университета. Значительная часть из них 500 единиц хранения в Музее истории Казанского университета. Это два больших архива. Один из них Ивана Михайловича Ионенко, другой Константина Владимировича Костылева. Иван Михайлович Ионенко был ветераном Великой Отечественной войны. Именно он являлся научным руководителем Снежного десанта Казанского университета, и его сын начал преподавать архив еще в 2021 году. А в 2022 году значительную часть составили фотографии, а также фронтовые письма Ивана Михайловича. Архив Константина Костылева был передан его дочерью Евгении. Защитил докторскую диссертацию. Он стоял у истоков создания кафедры радиоастрономии и стал первым заведующим этой кафедры. Значительное поступление связано с поисковым отрядом Снежного десанта Казанского университета. Но в 2022 году в собрание музея вошли и другие экспонаты. Например, личный архив Ляли Юдашева и ведущего научного сотрудника научно-исследовательского химического института имени Бутлерова Казанского университета. Коллекция геологического музея имени Штукинберга в 2022 году пополнилась 44 образцами минералогической и палеонтологических коллекций. А в зоологический музей и гербария имени Эверсмана прибыли чучело животных, пятнистый зублефар, самец коноплянки, самки, овсянки, ремеза, а также рыжая полевка. На выставках новых поступлений мы видим маленькие истории, которые создаются благодаря тем людям, которые подарили в музее университета свои предметы, связанные с историей университета, с историей научных школ Казанского университета. Дальше на основе этих коллекций могут проходить серьезные научные исследования, которые становятся основой для кандидатских, докторских диссертаций, изданий монографий и, конечно, для новых выставочных проектов. Музей истории Казанского федерального университета может посетить любой желающий своими глазами увидеть становление и развитие вуза. Экскурсионная программа включает в себя обзорную экскурсию, посвященную научным школам, университетам и его выпускникам. Выставку можно посетить в будние дни с 9 утра до 6 вечера. Более подробную информацию можно найти на сайте Казанского федерального университета. Альбина Богудинова, Алина Красильникова, Фарид Захитеглы, Универньюз.